Господи, благослови, мы отправляемся в рулетку. Вам можно без очков быть? Вот так вот. Мы православные христиане, свидетельствуем людям о любви Божией, что Сын Божий умер за нас, милостью Своею, любовью сошел на землю. И когда люди принимают Его верою, Господь прощает грехи. А для этого уже храмы открыты, сходить на исповедь, принять крещение с троекратным полным погружением. Не надо смотреть, что там попыни такие, надо смотреть внутрь себя. Все недовольные чем-то, а верующий всем доволен. Благочестивая и довольная жизнь – это приобретение от Бога. У нас большие ресурсы, если желаете больше узнать, а называется «Открытым оком во свете Библии» в Ютубе. «Открытым оком во свете Библии». Там у нас 13 тысяч роликов только. Вот мы сейчас снимаем все, и вы себя можете через 10 дней увидеть. Выставлено будет. Понятно. У вас какие-нибудь вопросы есть духовные? Да, есть. Давайте. Мальчишка, да? Мальчишка же. А у нас все снимается, все это будет выставлено. Много твоего батюшка. Я не батюшка, у меня брат родной священник. А я просто проповедник-миссионер. А, проповедник? Да. 56 лет. Ну, тогда ладно. Ладно, удачи вам всех сил. Храню вас. Я за вас. Плак держу. Заходите в наш ресурс, а там можно на скайп выйти уже. Во свете Библии открытым оком. Мы проповедуем Христа распятого и воскресшего, чтобы люди уверовали, жили по Евангелию. Чтобы за смертью, когда умрет, в ад не попасть. О, Богу слава. У вас Евангелие-то есть в доме? Кто есть? Евангелие, Библия. Да. А, нету Евангелия, Библии нету. Вот. Нету. Вот смотрите как. Вам видно, нет? Да. Ну, это в любом храме можно купить. И вот тут 77 книг в одних корочках. А одна из них книг, это называется Евангелие. Хотя их и четыре там. И там говорится, как Господь сошел на землю, как возлюбил людей, как умер за грехи людей. И спасение дается даром. Только уверуй и обещайся Богу никогда грехам не возвращаться. И благодать Духа Святого поведет тебя. И после смерти эти люди наследуют жизнь вечной со Христом Иисусом. А неверующий Бога представляет лживым. Неверующий Богу не угоден Ему. Гнев Божий на Нем. И мы вот вышли, чтобы рассказать людям о любви Божией. Это называется благая весть, добрая, самая добрая. Я преступник, а мне Бог амнистию дает через веру. У нас большие ресурсы. Если вы хотите, можете записать. Ютуб. Открытым оком во свете Библии. Вот мы у нас... Открытым оком... Оком. Око, глаз. Открытым оком во свете Библии. Во свете Библии. Зарядите. И оно сразу выскочит. Знаете, у меня... Я жил на квартире, когда учился. Вот. И один сосед... Божественное желание. Я хочу, чтобы... Не было безразличия к людям. От людей к людям. Но какая... Вы сейчас не курите, пока разговариваете? Можете не курить? Пока. Дело в том, что сосед... Я разговариваю спокойно. Я могу курить и не курить. Это не важно. Но не курите в данный момент. Вы в людях разочаровались. А почему? Да потому что безбожники. Если были бы верующие, жили бы... А раз безбожники. Да. Безбожники. А раз безбожники... А что есть Бог? Ты его видел когда-нибудь? Ты его прочувствовал? Он тебе как раз помог? Я начинаю вам говорить, а вы ничего не слышите. Ни на один вопрос я не мог вам ответить. Безбожники. Тогда и я безбожник. Потому что я его ни разу не видел, не ощутил. Когда мне нужна была помощь, мне помогали люди, а не Бог. Вот и все. А я как-то мусульманин. Я мусульманин. Так а что? Мусульмане разве не люди? Мусульмане тоже верят в Бога. А когда умрете, Христос судить с судьей-то будет. Поэтому надо думать. У вас в Коране написано, Иса называется. Иса. Я не знаю. Ну вот. А что так вы это все куда-то прячетесь-то? Сядьте, чтобы видно вас было. А что вы снимаете? А что вы снимаете? Мы это снимаем для людей, чтобы польза была. Наш ресурс, вы можете себя увидеть через 10 дней примерно, называется «Открытым оком во свете Библии». Себе запишите «Открытым оком». Мы, православные христиане, проповедуем о Христе спасение, чтобы люди приняли спасение во Христе. Если человек неверующий умирает, он в ад идет в огонь после смерти. А верующий со Христом будет в раю вечно. Иисус Христос умер за наши грехи и зовет к себе «Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, я успокою вас». Мы имеем опыт. А что вы скажете об иноверцах? Об иноверцах? Какие именно иноверцы? Мусульмане? Ну я буддист, например. Ну буддист. Будда кто такой? Разве это Бог? Он же не Бог. Это человек, который добился состояния нирваны. И больше ничего нет. У вас это реакорнация. Один раз человек умирает, ни в каких животных не превращается. Писание говорит, посланник евреям 9.28. Что? Всем надлежит однажды умереть, а потом суд. Один раз. А то все языческие бредни люди придумали. Но согласитесь, это одна только правда. Знаете, в мире есть одна книга Библии, одна личность Христоса. Мартин Лютер сказал еще. Если так, то один миллиард людей верит в Христа, один миллиард в Будду, один миллиард в Лава. Не один, а по два миллиарда. По два миллиарда. А для Бога... А вы знаете, что на Земле был потоп? Ну, разве это имеет значение какое-то на самом деле? Имеет значение. Мы говорим много. Бог весь мир потопил, что не стали верить. И восемь человек всего спасло. Восемь. Всего. Больше никого нет. Есть такой фильм. Я с вами согласен. В фильме есть такой. Я легенда называется. Я легенда. Я с вами согласен в том смысле, что человеку нужна вера. Да, вера нужна. Но просто каждый верит в то, во что верит. Неправильно, что во что. Вера одна должна быть. Едя одна вера, одно крещение. Символ веры. Ну, извините. Извините, что краду ваше внимание. Но вот вы подумайте. Если, допустим, я буддист. И буду пытаться мир изменить под себя. То это будет несправедливо по отношению к христианам и мусульманам. Так же и христиане, если захотят покрестить всех. Это тоже будет несправедливо по отношению к людям другой веры. Понимаете? Давайте говорить об этом так. Вот Господь сказал, если в ваш Бог, кому вы верите, а Бога, то у вас никакого и нету. У мусульман Аллах есть, а у буддистов-то никого нету. Ну, мы-то не верим в Творца. Мы считаем, что весь мир, от пылинки до планет, солнечных систем, все сущее. Это все в нашем сознании на самом деле. Это иллюзия. В реальности этого не существует. Материя имеет свойство распадаться. Природа явлений пуста. Мы верим в пустоту, на самом деле, да. Нам важно раствориться в пустоте, осознание... Нет, не в пустоте, это жизнь вечная. Пустота, пустота, а то что, вообще глупее ничего не придумаешь. Это коммунизм какой-то. Было, было, не было. Давайте по потребности. Ничего не будет. Христос умер за нас. И они тоже буддисты говорят, это вот Риаркарнация, там Христос, это один из пророков, а христианство никого не признает. Только Он один, Он Бог. Ну, хорошо, хорошо. А позвольте я Вам задать вопрос. Вот, по Вашему мнению, существовало ли сознание до мысли о Боге? У кого? У человека или у Адама? У кого? Ну, не важно, мысль о Боге, она ведь откуда-то появилась. Я скажу Вам, откуда. Вы выслушать умеете? Конечно. Вы слышали, кто такой Вольтер? Ну, современники парижской коммуны. Страшный безбожник. Он говорил, через сто лет, через сто лет, Библия будет забытой и заброшенной книгой. Ее можно будет найти только, он говорит, только в музеях археологических, как свидетельство глупости более ранних поколений. Ну, и что интересно, где он с балкона провозносил это, там образован склад британского библейского общества, который распространяет миллионы Библии. И вот он решил, я сейчас закончу, я про Вольтера расскажу. И он решил так, чтобы ребенок его был неверующий. И он нанял хожалку за ребенком, бабка глухонемая. А потом смотрит, ребенок утром куда-то вышел, он за ним потихоньку смотрит, он за кустом стоит, вот так руки поднял, и веселый, он подошел, ты, сынок, что делаешь? Он говорит, папа, вот кто вот это все сотворил, солнце, луна, я хочу поблагодарить его, так нам хорошо. То есть, небо никто не закроет. Под звездным небом у гроба родного человека, философ Монтень говорит, могут отрицать Бога только явные преступники или ненормальные. Ну, понимаете, в чем дело? Верить в Бога или не верить в Него, это личное дело человека. Но хорошими людьми мы быть обязаны. Не можешь быть добрым. Всякое доброе даяние от Отца Света. Смотрите, Иоанн Златоуз говорит, мне говорят, вот ваши прихожане сидят, пьют там, а вот там плохо ведут. И он говорит, я знаю, что такие люди христиане называются, но поступают неправильно. Но вы учтите, чтобы быть правильным, у христиан три причины. Первая, за добрые дела будет награда. Бог обещает. За злые дела ад угрожает. И третья, вспомоществующая благодать Божия. И несмотря на это, они такие бывают. Ну, а то, что безбожник, и может добрый быть, когда у него ничего этого нет, то этого я сказать не могу. Вот и весь сказок. Вы знаете, я вам могу сказать так, что я знаю очень много людей, которые, допустим, носят на груди крест или там Будду золотого, но при этом они являются очень злыми, невоспитанными людьми. И даже с такими я сталкиваюсь в жизни часто, понимаете? Да я понял. Я сейчас отвечаю вам. Смотрите. И в то же время есть люди, которые не придерживаются вроде этих воззрений, а при этом являются хорошими, приятными людьми. Согласен, в аду очень много хороших. Есть такой фильм «Сбежавший из ада». И вот интересно, в «Комсомольской правде» выступает генерал. Он ходил в школе, он на пенсии, и учил детей любить Бога и все. Ну, он стоял на остановке, к нему подошли денег там на выпивку, то он не дал. Он был в форме, его сбили, пинают. И он говорит, я вижу, голова-то у него еще целая, и вижу, говорит, офицеры стоят, и никто не заступился. Его спрашивают, а какие мысли были? А он говорит, наше поколение, это в советское время, комсомольство. У меня, говорит, одно было желание, чтобы был пулемет и строчить, и строчить. Вот и все, весь патриотизм. И когда клюнет, говорит, в одно место кто-то, все кончилось. Мы широко раскроем, говорит, мозги туда, когда нас Бог не касается. А когда коснется, сразу все скукожилось, и ничего нет, и ничего не знаем. Я вот был при смерти неоднократно. Я извиняюсь перед вами, да? Но на самом деле, конечно, я ничего против христианства не имею. Я просто замечаю у вас то, что вы верите в Христа и пытаетесь людям донести то, что вы сами верите. Вот это я вижу. А это нельзя по-другому. Вот смотрите, я неоднократно был арестован за слово Божие. Я проповедовал, брал интервью репрессированных, и я первый в стране, в Советском Союзе, распространил архипелаг ГУЛАГ. Насчитал на пленку 11 пленок. Это мой голос звучит в интернете. И меня КГБ захлопнуло по санкциям МГБ, Московского КГБ. Посадили. Я иду этапами, пять тюрем, лагерь смерти отправили. В Казахстане, Жамбульская область, Жанатас. Но дело-то в чем. Вот если я сейчас пришел и говорю, а может я к сыну своему в тюрьму зайду, никогда не пустят. А меня потащили туда. Я еду дорогой. Вы знаете, самое свирепое, это когда едут дорогой, ни перед кем не ответственны. Конвой. Они безумствуют. Женщина в туалет не может пойти. Под себя идет. Они хохочут и все. А в это время меня-то везут, а женщины-то увидели. И разделенная между нами-то. Отец, вы молитву какую-нибудь дайте нам. А я молчу. Охранник послушал, подошел. А почему вы не отвечаете? Я говорю, согласно того, что у вас написано в правилах, вы накажете и меня. Да нет. Я говорю, тогда попросите у них бумагу, карандаш. Я сейчас напишу. Праздники все, все спешу. Теперь их не ведут в туалет. Я тогда охраннику говорю, вы сделайте, милость, им очень тяжело. И пока доехали, почти весь вагон уже слушал меня, что я говорю. Почему? Потому что Бог влияет. Вот привезли меня в Жамбуле. Я ночью стою на молитву, но, зайдя в камеру, я перекрестился, сказал, мир вам. А теперь я гляделся и говорю, а где у вас тут можно стать, не мешать? А там старший который, Пахан называется. Он сразу подошел, а кто вы будете? Какая статья? Я говорю, 190 прим. А камера большая, человек 70. А что у вас? Я говорю, Евангелие. У-у-у. Это вы все знаете. Ну, я говорю, не все, ну как? Он тогда говорит, а где бы вы хотели тут быть? А шконка так, на одной два. Один бродит, один спит. Потом попеременно. И он подошел, я говорю, мне, чтобы дышать, я же не курящий-то. Мы сейчас сделаем. Он подошел, у меня как, ну, дальше. Я говорю, есть не курящие? На 70 человек три. Я говорю, с восьми вечера я буду проповедовать. А у меня новый завет с собой. И вот сразу же эти люди, вымойте руки. Они берут Евангелие, считают. Я растолковый в сегодняшнем понимании. Два часа. Охранники открывают камеры и стоят с двух этажей. Будь неверующим, я букашка-таракашка. А я ходатайствую там за других. Я постучал, начальник подошел. Что, я говорю, вызови политотдел. А только одного брали на допрос. А камера длина 6 метров. Его как с допроса, как ударил, пролетел, батарею головой ударился. Ульяновский Владимир Александрович. Он вызвал меня. В чем дело? Я говорю, я сейчас такое вот дело у нас было. Да вы что? А как было? Ну, вам легко узнать. Вот этот Семенчук. Его вызывали на допрос. Да он вор. Он сознался. Ну, вы же убиваете его? Они ко мне прислушиваются. Следователь принял крещение. Начальник тюрьмы умел по-христиански. Я молюсь, а утром противступники говорят. Вы вчера молились, 7 человек на колени сзади становились. Можно мы тоже будем молиться? А я к ним ничего не говорил. Почему? Благодать Божия коснулась. Они не знали, что со мной делать. Их убивали там в комнате, где красный уголок. Мне сказали, отец, иди там сиди. Я говорю, а почему вы меня-то не бьете? А вы видели, вот приезжал тут, ходил майор. Это майор из КГБ был. Приехал, на вас печать поставили, чтобы пальцем не трогали. То есть на меня жестко все, но за меня ООН, разные государства ходатайствовали. Я с Богом. Меня выпустили, реабилитировали. Все вернуть надо. А их нету. Они должны были 11 миллиардов. Я самую крупную в мире фанатевку создал. Ну, по тем деньгам. Теперь я молюсь. Суды идут. 11 лет шел суд, я выиграл. Я в Барнауле сейчас. И два дома в центре города мне отдали решением суда в частное пользование. Этого ничего нельзя было сделать. В одной мы церковь образовали. Вы сейчас зарядите в Ютубе открытым оком во свете Библии. Вы все там увидите. Запишите, не пожалеете. Открытым... Да, да. Дело в том, что мы все снимаем и через 10 дней вы себя увидите там. Открытым оком во свете Библии. Открытым оком. Око, глаз. Оком. Во свете Библии. Это наш Ютуб. Во свете. Во свете Библии. Библии. Да, да. Да, во свете Библии свет. А, во свете. Да, во свете. Игнатий Лапкин, это я. У нас там 13 700 роликов. Если вы к этим словам поставите сайт, выйдет наш сайт. Там фильмы о нас сняты, занявшие первое место на международном киноконкурсе. Мы строим с нуля православную деревню, где ни пить, ни курить, ни материться. Без помощи государства сами дороги все делаем. Я в начале детского лагеря был, 45 лет сейчас скажу. За 45 лет тысячи детей подняли без помощи государства. Мы говорим, надо в бедности жить красиво и интересно, и молиться за правителей, а не проклинать их. Игнатий, я вас понял. Благодарю вас за комментарии. У меня есть маленькая просьба. Можно, по-моему, обратиться. Если у вас будет желание по скайпу выйти, когда зайдете на ютуб-то, ну и в скайпе меня зарядите, мы тогда побеседуем. Игнатий Лапкин. Правильно. Я вас хочу предупредить, что я нахожусь в тюрьме, и поэтому у меня есть неудобства. Вы такие понимаете? Что? Он находится в тюрьме, потому неудобства есть. Ничего нет. Что такое тюрьма? Тюрьма, мы все в тюрьме. Мы все привязаны к земному тяготению. Свободных людей нет. Тюрьмы не надо бояться. Солженицын говорит, благословляю тебя тюрьма, ты мне открыла много. Я тоже это сказал. Выходя из тюрьмы, я встал на колени. А в это время приехала машина из КГБ, полковник, и меня до дому довез. Вот как Бог делает. Понял. Благодарю вас. Храни вас Господь. Нам нельзя пользоваться телефонами. Христос с вами. Христос с вами счастливый. Да. Вы знаете, через 10 дней зайдите на наш ютуб, вы себя увидите. У нас сейчас съемка идет. С Богом пришли. Все, дай Бог вам здоровья. Спаси Христос. Да благословит вас Господь. И дарует свободу. Господу. Благослови Господи. Спасибо. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Если вам понравилось наше видео, одобряйте, ставьте лайк, а также поделитесь с друзьями о просмотренном в соцсетях ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках. Добавляйте в плейлист. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик. Это даст вам возможность узнавать о новых видео, которые обязательно будут выходить на нашу канал. А также смотрите другие наши видеоролики в нашем богатом видеоархиве. Помоги вам Христос. С Богом.